Минусы в чем? Во-первых, команды по легенде игры отдаются голосом, то есть если вы находитесь слишком далеко от юнитов, они вас не слышат. Исключение гитарные соло. Гитарные соло, на манер «Моя армия собирайся и беги туда-то», солдаты, как ни странно, слышат. Но какие ситуации возникают обычно? Вы взлетаете, видите какую-то башенку, думаете, вот сейчас я пошлю к ней моих солдат. Обычно это вражеская будка с мерчендайзом. Вот сейчас они разгромят вражескую будку, и тут я эти фанатские ресурсы, оставшиеся бесхозными, приберу к рукам. А солдаты-то далеко, а Эдди-то летает вот рядом с будкой, а солдат нету. И получается, что приходится спускаться, бежать назад к солдатам, говорит, солдаты, следуйте за мной, и уже бежать к будке. И вот как бы излишне говорить, что в бою, когда еще не приятель генерит свои юниты, они приходят, они приходят, в общем-то, и не стоят без дела. То есть нам не показывают ни полноценный экшен, ни полноценные гонки, ни полноценный РТС. Вот плохо это или хорошо, сказать сложно, потому что при всем при том, что вот нам дают по чуть-чуть от всего, и оно не такое роскошное, как вот в других уже более строго придерживающих своего жанра играх, ну, сложно так сказать, потому что все-таки вот для мира Мипала, в котором, наверное, никто не ждет от игрока, что он будет очень вот требовать, настаивать на реалистичности, возможно, такой подход и оправдывает себя. Но все равно остается ощущение, что как-то всего мало, как-то по чуть-чуть всего дали, потребовалось много всего выучить, каких-то разных типов управления, а в результате как-то вот так и не получилось почему-то применить свои знания на практике. Геймплей, конечно, хороший, но еще лучше сюжет. Сценарий достоин песен Heavy Metal Group, а больше всего аплодисментов заслуживает диалоги. Они очень шутливые, очень добрые, при этом самые ироничные, и их хочется переслушивать, во-первых, вновь и вновь, а во-вторых, растаскивать на цитаты. Мне, например, очень нравятся цитаты, которые Эдди говорит в каком-то из эпизодов. Как же он говорит? Нет демонических императоров на Земле, ну, если не считать директоров звукозаписывающих компаний. Но вот такого типа шутки, они попадаются в Brutal Legend всегда. Очень много ссылок на хэви-металлическую культуру, то есть как на какие-то аллюзии с рок-концертами, так какие-то аллюзии с фанатской культурой. Их очень много, они очень смешные, и любой, кто хотя бы каким-то боком прикасался к хэви-металу, то есть, например, там, в детстве слушал песни Iron Maiden. Кстати, Iron Maiden в саундтреке нет, к сожалению. И Хэллоуина тоже нету. И самое трагичное, Блэнд Гардиан тоже нету. Практически всех моих любимых групп нету. Я очень расстроена этим, но, с другой стороны, конечно, я могу в любой момент сделать свою компиляцию и послушать ее. Зато есть Скидроу, хотя я не совсем хэви-метал. Ну, что поделать. Так вот, про графику. Графика есть. Она, конечно, не хватает звезд с неба. И надо сказать, что геймдизайнеры схитрили. Они решили, у нас будет, конечно, мир срисованный с обложек металлических альбомов, но он будет немножко карикатурным. И в чем-то он будет напоминать мультфильмы Тима Бартона. Если вы смотрели хотя бы один, например, Кошмар перед Рождеством, вы наверняка помните, что герои и пейзажи выглядят очень антуражно. То есть зло, оно злое, добро доброе. Но при этом оно все немножко карикатурное. И в Брутал Леджинд точно так же. И когда вы видите такой вот стилизованный сильно мир, вы уже не жалуетесь, что вот как-то у вас не реалистично камни выглядят. А вот как-то что-то вот деревца-то какие-то лысые слегка. И как-то вот у вас текстурки как-то прыгают иногда. Ну, как-то не хочется жаловаться. Все-таки стиль создателя выдержали. Это главное. Итак, подведем итог. Брутал Леджинд игра, несомненно, запоминающаяся. И примечательная прежде всего тем, как в ней обыграна тема металла. О металле теперь можно не говорить как минимум лет пять, потому что все уже сказано в Брутал Леджинд. Вернее, как не говорить, не показывать в интерактивных развлечениях. Ну, за исключением саундтреков. Если кто-то и хотел что-то сделать, то теперь ему придется выжидать пять лет, пока все забудут творение Тима Шафера. И тогда уже предлагать что-то свое новое. Игра, которая запоминается очень диалогами, запоминается очень самоироничным отношением создателей, явно больших шутников и любителей металла, запоминается умением создателей посмеяться над собой. Кстати, сам Тим Шафер говорил, что для него Брутал Леджинд стал своеобразной экскурсией в мир металла, потому что он, конечно, в детстве слушал группы вроде Манавар, но у него этот период прошел, сколько-то лет он послушал, а потом у него поменялись интересы. И очень многое саундтрек он не слышал сам изначально. То есть этот саундтрек, это не что-то вроде самые любимые хиты Тима Шафера, большого металлиста и знатока хэви-металла. Это то, что выбрал Шафер, то, что выбрали его коллеги и то, что посоветовали фэны, потому что пока Брутал Леджинд делалось, фэны присылали свои пожелания, чтобы они хотели слышать, и в зависимости от того, с какими звукозаписывающими компаниями удавалось договориться, а с какими нет, песни и набирались. Так вот, в Брутал Леджинд намешано разных игровых жанров. Намешано так, что нельзя сказать, что игра получилась великолепной. Всегда можно найти к чему придраться, что здесь управление как-то подкачало, здесь задания простоваты, здесь побочных миссий попросту мало. Но в целом впечатление остается очень положительное, остается такой заряд бодрящей энергии, как после концерта, и это, наверное, главное, это то, чего ждали от Брутал Леджинд. Нельзя сказать, что она научит человека совсем далекого от металла любить металл, а тем паче человека, который ненавидит металл, ему, мне кажется, будет сложно выдержать в Брутал Леджинд хотя бы пять минут. Но если человеку нравится металл, то для него Брутал Леджинд будет очень радостным событием в истории видеоигр. Хотя вот мне лично очень хочется задать Тим Шаферу вопрос, почему же, Тим Шафер, вы не рисуете мультфильмы, не пишете сценарий для мультфильмов или фильмов, например, потому что там, мне кажется, ваш талант раскрылся бы в полной мере. Вот на этом я завершаю этот обзор. Бог, она прекрасна! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok